Субтитры создавал DimaTorzok Сразу объявили, вот и всё. Не было подготовки, или до нас не доходили, нас не преподавали, нам не говорили. Это, собственно говоря, деревня. Понятно. А как вы узнали о начале войны? И какова была ваша первая реакция? Дома, дома. Прибежал братик, он на 4 года меня старше. Война. И на второй день он убил в мобилизации. Старший брат, Лазарь, так и не пришёл он с войны. Ему было бы 102 года, если бы. Он с 8 года. А второй брат служил в Москве, кончил училище милиции, офицер. По-моему, майор он был в 63-м отделении милиции. Я знаю, в Москве я немного жила, в его семье. Вот. Его тоже. А в Москву обороняли милиции и заключённые. Вот мой брат по ранению, он недолго жил, 56 лет умер. У него вот такая большая рана была. Ноган держал. Осколок в наган и в печёнку. Ноган, а не за осколок. Осколок рикошетом отлетел. Вот. Ну вот. Ну и... А что вы тогда думали о причинах войны? Тогда вы думали, почему началось? Чего мысль низно говорят, что Гитлер хочет мировое владение. Он покорил это, это, это. Мы уже знали. Я уже взрослая была. Всё понимала. И все это понимали. А потом радио, тарелка-то-то нам передают, послушали. А расскажите о том, как вас призвали в армию. Как вы попали на фронт? Как призвали? Ребята, это фантастика. Сначала было по повесткам, по повесткам. А потом... Я никому не говорила вот так. На одно вот так вот разделение. Я работала в МТС. Машино-тракторные станции. Неграмотных женщин учила водить трактора. Я читала мотор. Мотор. А мотор маленький. ГАЗ-2А. Это Горьковского автозавода небольшой. Он, этот мотор, стоял на комбайне и на полуторке машины. Вы это знаете? Представляю. Вот, представляете, да. Вот этот мотор я читала. Сама я как пинтовку разбирала. Достоканально. Сама подбирала эти кольца. Масляные, компрессионные. Сама подбирала, точила. Женщины деревенские, чувак. Это вот, говорю. Это вот такая-то деталь. Это вот. Тетя Маша, это чего? Железяка. Вот чего. Их выучишь. Конечно. А вот в каких сражениях вы принимали участие? В каких операциях? В сражениях начинала. Наш подразделение формировалось в Селиксах. Под Москвой. Сейчас где Монтажный, Заречный. Вот это место. Сейчас Селикс-то есть, что ли? Я не знаю. Я бываю в Заречном. У меня там племянница живёт с семьёй. Вот. Формировалось. Потом, до отправки на 4-й пене, на Шуисти, около Отверца, мы уже окопались. Мы уже приняли боевое... Присягу принял. Ты солдат. И больше никаких гражданских вмешательств. Вот. Потом на 4-й пене наш полк... Был тогда 39-го, а там 15-74, вы написали? Да. 15-74 после этого. Погрузили нас в 4 состава. И пушки, и эти деревянные, как это эти... Телячьи вагоны, животных перевозили. Это для людей, а платформы для пушек. Пушкой мы взяли их в пензе. И поехали, поехали. От сухинчих отходит точилон. День и ночь стучит колёсами вагон. Разгрузились мы в Ровно, Ровенская область, Западная Украина. Это уже на границе. В 43-м году. Наши войска подвигались уже вперед. В Польшу. Мы пошли Польшей. Прошли Майданик. Лагерь смерти. Вы не слыхали? Слышали. Страшные вещи. Мы его не освобождали. Но наше подразделение. Это начиная в этом подразделении. И артиллерия, и пехота, и сапёры. Это всё комбинированной, жизненной, военной, единица военная. Ну вот, мы прошли для гражданского, поступившей 3 месяца в армию, и показать этот страх, ужас. Ребята, во-первых, запах. Сладкий запах, удушающий. Уже наши, вот эти подразделения, вскрыли все могилы, и это крематорий показывали. Это что это? Это не человечность. Это человек не может делать это, по нашему мнению. На роликах, вы что-нибудь механик, понимаете? На роликах, как железные носилки. Они двигаются. Истощённого или провинившего, кладут на эти носилки и двигают. Не знаю, Михаил, может быть, ручную, я в этом не компетент. И прямо в пасть крематорбной печи. Вот. А которых расстреливали, так аккуратно положили. Прям для истории, что ли. Страшные вещи. Ну, потом были бои, каждая ночь тревога, ночные бомбардировщики, заградительный огонь, не пускать на территорию Советского Союза. Пять-шесть раз подъём. Ой, а это... Делали солдафон. Раздеться. Землянка. Жили в землянке. Сами рыли. А потом, когда стали массивные наступления, мы немецкие блиндажи чистили. Там это парохлорируют, всё вымоют и всё. Жили. Нам облегчение. Ровики для пушки. Пушки были большие. А потом мы перешли на автоматические, малокалиберные. 37, по-моему, калибр. Как винтовка. Винтовка, вы не знаете? Взаряжается. Сколько там? Шесть патронов. И так в пушке 12 заряжаются. И ножкой. И они летят. В цель. Вот это уже в конце войны. В 44-го. Потом на нашем пути была Варшава. Ой. Штурм Варшавы – это страшная вещь. Вот по калибру. Расскажу я вам термин военный. Дэшэкан. Это маленький пулемёт. Вот такой снарядик. Первый. Потом идут миномётчики. Потом наши – 37-ми. Потом 76-ми, 85-ми. И даже 105-ка. И это, ну, конечно, не друг, но на расстоянии. Военный термин там, знают, как это. И в один хлоп земля качается. Что вот, вот, вот. Не преувеличиваю. Вот такой качается. Вот я была. Какие перепонки-то выдержут. Хотя нам давали буквы и палочки в рот держать, чтобы не обломали. Когда держишь эту броду, как-то барабанную перепонку, как охраняет. И что подумать? Забудешь. При таком кошмаре забудешь о палочках, забудешь о родной маме, забудешь про всё. От страха. Эля, Серёжа, я плакала. Рыдала от страха. Мне страшно. А потом привыкла. А расскажите, какие у вас награды? И какая для вас особо важная? У меня особо награда. Орден Отечественной войны с первой и второй степени. За победу над Германией. И за штурм Варшавы. А остальные юбилейные. Я на вашу порядочность располагаю. Я сейчас вам знакомяю ещё на платье. Здесь и Жукова, и чего она одна лежит. В общем, 18 правительств и награды. Эпизоды своей жизни. Вот эта вот округа нашего Ребекова Нас было 20... Вообще стеница. Я была член Германии. Это Данилки, да? Красота. В третий класс перешёл. Вот, если вас интересует, вот мы, участники войны, собирались. Нас много было. А сейчас вот... И я хочу сказать... Мы ездили в 37-й школу через дорогу. Вот за этим вот. Я прикреплён от военкомата 75-го года. И бываю часто. Это... Сейчас я посмотрю. Это ребята приехали из Чернобыля. Мы в этой... В этой пионерлагере сказка. Вот. Здесь вот герой Советского Союза Варанин с женой. Я здесь сижу. Ещё... Поумирали. Все поумирали. Все поумирали. Это 37-я школа. Вот эта дама, которая стоит... Угу. Да. Анна Никаноровна. У неё нет ноги. Не было. Под Сталинградом осталось. Её... Она ушла. Это вот в школе мы. Это наш председатель Клуба фронтовых друзей «Патриот» Иван Васильевич Айкашев. Это в школе вот. В 37-й мы. Мы часто... Я часто встречала. И... А это... Это часовой завод. Угу. Извините, пожалуйста. Чуть не... Это 37-я школа. Здесь военком. Вот, наверное, да? Да, военком. Потом я, наверное... Я рядом сижу. И потом остальные наши... Это директриса. Вот, это 37-я школа. Как у вас много фотографий. У нас вот в лаборатории работа. Это ты уже в школу, да? Нет. Это... У нас было... Ребята, это вам для истории, для памяти. Говорите всем. Наш артиллерийское училище. И был не институт. И приехали с 22 городов выпускники этого училища. Это у входа в училище. Угу. Мы. Я сейчас... Вот я вторая. Я была с ней президентом Совета ветеранов города. Потом я подошла. Вот. Положите туда, чтобы не мешало. Вот. Расскажите, пожалуйста, про битву под Москвой. Что вы знали об этой битве? И как вы... Какие чувства вызывало у вас это контрнаступление? Следили. Эля, следили за каждым шагом. За каждым салютом. За каждым... Прибежит у меня братик больной. У него поврежденный позвоночник был. С Ростой ему небесный. А он ума палата. Каждый день или ночь идет к телефону и просит включить ему, послушать сводку с информбюро. Потом, а утром как... Как это... Идут, спрашивают. Петр Неканурович, расскажите, чего там. Интересовались. Какие города взяли. Какие потеряли. Все следили. Мы стали... Об этом никогда не думали. Расскажите о своих командирах. Какой из них вам запомнился и чем? Командиры... У нас же... Я первый состав почти не вспомню. Все сменились. Раняли, убили, перевели. Ой, все. У меня был последний латыш. Пинаус, Георгий. А звонит, по-моему, майор. Это командир батареи. Командир батальона был Поляков. Звонит уже высший. Только я сейчас не помню. Начальник штаба. Вот последний. Капитан Кущ. Помню. И лицо вот помню. Все лезло и помню. А что было? Вот, знаете, остается 6-7 человек после боев сильных. Остальные или раненые, или убитые. Пушка замолчала. Что пушка замолчала? Этого... Наводчика. Первого номера, наводчика. Осколком он как сидел. Вот так, за управлением, который подает снаряды заряжающему, взял его, снял, сел сам. Значит, у нас взаимопонимание, какая была дружба, какая... Мы родня были, родня. Сейчас мы, вон, соседи. Я годами не вижу соседей. Ну, что это за них все? Конечно. А тогда очень... А потом было пополнение вот западной Украины, когда освободили... Ну, их взяли в армию. Вот у нас Хухрянский, Саша был командиром орудия. Два Ковалевых, один маленький, другой побольше. Один оперный певец. Война кончится, он начинает петь. Потом был у нас связист. Вот связист, казалось бы, первая мишень для снайпера или кого-то. Ничего подобного. Ранен легко в руку. Катушка с проводом, телефонного. Он и спал с ней. И у него была балалайка. Она больше страдала. Вот нарежет кусу ленточков из консервной банки. Жестяночку. Маленькими гвоздочками. Старшина откуда-то ему приходила такие. Ездил за продуктами. Пробьет и опять поет. Фридс бежит, глаза наплакав. Долго помнит, будет Краков. Еле выскочил басой, краковской колбасой. Поет вовсю. Как только. Связь. Только одно слово. Все. Берет по проводу, бежит, бежит, бежит. По этому поводу. Где разрыв соединяет. А то бывает. Некогда. Берет в руку один конец другого провода. И дает связь. Через себя пропускает. Петя Плотников. Если же. Женит дольше. Он с 25-го года. А вот расскажите. На фронте были люди разных национальностей. Как вы считаете? Это только плюс? Какая дружба. Какая дружба была. У нас на евреи были одно время командиры взводов. Исаак. Исаак. Младший лейтенант фельдшер. Фельдшер. Она подскажет. Татьяна, пойдем пообедаем по-человечески. На отдыхе. Старелка. Она не любила Леню. А в Сашу была влюблена. Исаак ложкой процеживает суп. И говорит, что это сегодня суп жидок, а повар русский. Остроумная женщина была. Леня, это, Саша еврей, а Леня жид. А мы, Амна, какая разница. А так и татары были, и чуваши были, и украинцы были, и мордва были. Все, и русские. И даже раз присылали зимой. Мы стояли на отдыхе. Где? В Польше. В Польше. Недалеко от не Краков, а Лоц. Лоц, вон. Недалеко. Мы обороняли его. Отстояли. Немцы дальше, дальше давали отдых. Прислали узбеков. А старшина говорит, он у нас пожилой был, говорит, он меня дочкой звал. Он не малограмотный, плохо видит. И не соображает это. Дочка, напиши мне строевую записку ту и раскладочку на отдых. Раскладка это, значит, для повара. А ты позанимайся с ними лыжным спортом. Лыжи были. Лыжи были. Господи, поставила их все. Я пошла спокойно. Со мной еще кто-то был из нашего взвода, взвода управления. Оглянулась, а они лыжи на плечо и идут. Они не имеют понятия. Где они, лыжи? Занятие. Повернула. А расскажите, вы верили в Бога до войны? И как изменилось ваше отношение к религии? Мы верили, мы победим. Мы победим. И последнее время, когда уже перешли границу Германии, говорят, ну, приеду домой, высплюсь. Вот надежда была. Эхо поспалю. Мы не спали. Я эти два с половиной года, что была солдатом, ни разу в постели не спала, ни разу за столом не сидела, кроме вот такого хода, в госпиталь. В госпиталь. Попала я в ленинградское походное госпиталь на три дня. На три дня. Да, да. Расскажите, какое было ваше отношение к немецким солдатам, первый немец, которого вы увидели? Я после контузии была в паритотделе. У нас был переводчик Энгельской, из Энгельса, Саратовской области, немец, переводчик был. Он нас убеждал, они не виноваты. Они не виноваты. Это верхушка. Это вермахт. Они не виноваты. Но как же они презрение. Когда Варшаву штурмовали, потом пошли чистить ее, выводили их, тошно смотреть, тошнило на них смотреть. Они напяливали все, что попадет на себя. Они зябли, говорят, отвращение и злоба. А вы слышали о власовцах? Какое было отношение в армии к их поступку? К кого? Власовцы. Не поняла. Власовцы, которые сдали армию. Армия генерала Власова на Северном фронте. Не имели понятия. Власовцы, они не имели понятия. Солдату дают информацию то, что ему надо. А что остальное? А какое было отношение к дезертирам? Я, ребята, видела, дезертира расстреливали. Был расстрел. Вот полк. Это много народу. Так и так построены в одну ширину. В середину приводят завязанными глазами дезертира. Да еще не дезертира, а самострел. Они сквозь какого-нибудь предмета себе стреляют. Вот. Это неприятно. Врага, во врага стрелять. Стреляла. Знаю, что такое. Отвращение. И то неприятно. Первая жертва – тошнота. Человека убила. Да, как это говорится. Мы христиане. Мы не должны друг друга уничтожать. А это неприятно. Ну и вот. Находились эти добровольцы расстрелять виновника. Стрельнули – я не видела. Потом. Направо, шагом марш, налево, шагом. Что бы мы не видели. Удачи вам. Вот я видела один расстрел. Как видела. С комком вот в горле. А вам приходилось сталкиваться со штрафниками? Нет. Нет. А расскажите о бытовых трудностях на фронте. А в быту было сложно. Как обходились? Ой, девочки. Серёжа пусть послушает, знает, что такое женская доля. Ни воды. Ничего. В лужах умывались, в лужах подмывались. И пить воды иногда нет. После боя всё разбитое. Схвозь носового платка. Или нам вот именно самородинская давала эти фильтры специальные. В лужи пили. А когда привезут, это хорошо привезут, походная кухня придёт. Выпросишь. А у нас чуть-то долго ей привозил повар Мышонков. Фамилия. Вот этот, помню, какой-то генерал с инспекцией был. Всех-то не перечесть, нам не говорят. Докладывал. Товарищ генерал, повар, да. На первые пшонки, на вторые пшонки, повар Мышонков. Это мы запомнили. После этого. А потом был Соколовский. И командующий Соколовский. Товарищ маршал, плесни ещё. А послала такая ложка алюминиевая. Вот такой, вот такой форма котелок с крышечкой. Котелок для первого, а крышка для второго. Вот. Это сервис наш. А как вы оцениваете нашу боевую технику, своё личное оружие, которое было у вас? Ну, в конце войны мы обеспечены всем, всем, всем. Как она доставалась, вы сами, наверное, из истории знаете. Мы в Тулу не были. Бедные толовики, вот эти ветераны. Боже мой. Приходится встречаться. Не то, что меня приглашают в эту же компанию, в ДОТ, когда их, ну, почествовать и всё. Бедненькие. Все крестьяне повязаны, непричесанные. Руки не обраднили. Господи, слёзы улыбаются, улыбаются. Всё это перенесли. Голод, голод. Я вернулась, когда в сорок пятом из моего гардероба ничего не было. Всё проели. Оставалась мама, старшая сестра и братик, вот инвалид. Всё проели. Нечего я... Ой, в шинели ходила. Расскажите про отдых на фронте. К вам приезжали какие-нибудь бригады, агитбригады? Это селех и грех. Приехали, а целая, наверное, ну, какая бригада из ансамбля песни-пляски Советской армии выступали. И самолёт, немецкая, конечно. Ну, чё ж, там есть кого-то, поминуют-то в них. Ну, спокойно. А эти артисты все разбежались. А была ли у вас любовь на фронте? И вообще сталкивались с таким? Бывало, бывало. И женились, и уезжали, и приезжали. Всё было. Жизнь есть жизнь. У меня не было ни любви, ничего. Было командир орудия, ростовчанин. Я жила у брата, вот у подполковника милиции в Москве. И письмо было. А потом его друг откомандировал, жильё в Москве очень трудно, откомандировал его в Харьков на станкозавод. А это была система станкостроения. Станки строили. И вот помню, наркомат, тогда не министерство было, наркоматы. На Милусской площади, не до любого, белорусского вокзала. Вот. Прислал письмо. Отец плохо. Наши договоренности в Сирии. Отцу плохо. Я не могу его ослать. Приезжай. А брат говорит, нет, таких вещей я не позволю. Уже когда я кончила учиться, приехала в Пензу на комсомольской работе, 7 лет, 7 лет торчала. А потом ушла на часовой завод по специальности. 32 года ходила на часовой завод. Я ветеран труда. Ветеран бы, ищу чего. Все, как у всех. У меня ничего особенного нет. Как у всех. Пензиков встречал на фронте. Вот Матееста где была. Она была нормировщицей, она у нас была. Тоже сержант. Она связистка. Фамилию забыла. Бринкова. 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 Я ее сразу по голосу, такая гормонгласная, узнала. На перекрестке несколько батарей. Народ тут. Ждали пополнения. Пополнение шло уже 25-26 год. И после ранений. После ранений выздоровеют опять на фронт. Приезжают. Расскажите про известие из дома. Откуда и как вы писали? Какие письма получали от домашних? Из дома я писала. У нас все в порядке. Мы наступаем. Все в порядке. Здоровье хорошее. Маму беспокоить не надо. Она старенькая. Чего же ее беспокоить? У нее забота о больном братике. Сын старше меня. Она требует. Получала. Даже денежки собирали. А потом пришло письмо. Плохо. Я сидела, плакала. Пришел командир взвода. Ничего, Игорь. Письмо нехорошее. Прям гибнут люди там. Брат больной. Мама старенькая. Сестра наказана. В кармане принесла зерна домой. Доказали. Ее посадили в тюрьму. Вот и плач. Па, вот этот командир взвода, с шапкой прошел. Собрал деньги. Отправили маме. Сколько, не знаю, только адрес взяли. Вот какая выручка. Погиб он. Овчинник погиб. Сначала ранение было. Потом погиб. А вы сами были ранены. Вы лежали в госпитале. Я в госпитале лежала в Ленинградском походном. Три дня старшина ехал. А это Ленинградской походной. Он как единица летучкой подбирала, увозила в тыл. Вот ленинградская. Вот ленинградская. Меня контузило. После вот бомба взорвалась в метрах десяти. Тихо, немного. Оглопая. Вот. Все, остановили. Старшина знала, где я. Заехал, забрал меня без выписки. Вот больше я, господи, никого не... Нина Самородинская меня лечила. Обморозила ноги на посту. Ой. Ноги. Портянки перемерзли к сапогам. И ногами вытащили. Разули. А она... У меня бутылочка спирта есть. Ноги мне натирала спиртом. Боже мой, как обидно. Так, когда было больно. Бутылочка твоя сломалась. Разбилась, она сломалась. Нет, у нас уже здесь спирт. Теперь, когда медсанбат попадут, там медикаменты получат. Хорошая же подружка была. А что вы знали о союзниках СССР? Какая-нибудь помощь продовольственная, военной техники приходила? И как вот... Она была своевременна? Или все-таки союзники поздно уже включились в войну? Мы не знали, кто, кого, кого... Кто нам что пришлют. Нам это не давали понятия. Мы не знали. Стараются совершенно накормить. А как накормить? Чем? Тушенка свиная. Свининая. Вы помнишь... Те-нибудь слышали, да? Конечно. Вот такие банки большие. Наверное, килограммовые. А это... А это не тушенка свинины. Это тушканчики. А это... Яйца черепашные. И вот чем нас любимая Америка кормила. А где вы встретили День Победы? Какие чувства у вас были в этот день? Ой... Сейчас скажу. Я была дежурной по батарее. А на рационной будке Таня Котова кричит... Сержант Буркина. Моя фамилия Буркина. Девчонка. Сержант, сержант. Кого? Кого это? Таня, кого? Тебе. Че? Победа. Ой, я столбеню. А выход из этой землянки в уголке в левом на колу была... Вот похоже на это. Сирена. Я вот по ступенькам-то не шла, ползла, добралась до ручки. Крутила до тех пор, как они меня не оторвали от этой ручки. Я победу своей батареи объявила. И все выскочили. Знаете, по тревоге. Это значит тревога. Они не знали, что это победа. Только я слышу. Первый готов. Второй готов. Третий готов. Это готовы пушки. Уже готовы к стрельбе. Комбат вышел. Внимание. Победа. Война кончилась. Да что здесь быть. Из пушки только не стреляли. Из наганов, из ракетницы. Чего только здесь было. А старшина, когда проезжал какой-то городок. Елец. Нет, не елец. Наподобие-то меня не запоминала. Там пивной завод. Разбомбили пиво рекой. Текло по дорожке. А он прихватил пару бочоночки. Бочоночки очень красивые. Прихватил. Старшина умный был. Ну вот. Открыли эти бочоночки. Ну а посуда-то какая-то. Кружка. И кто в котелок, кто в кружку. Салют. И не ложились больше. А это было ночью. Когда подписали. Ночью подписали. А что вы можете рассказать о войне с Японией? И вообще была ли она правильная? Что вы слышали о ней? Может быть кто-нибудь изложил на путь? Это позорная война. Это позорная война. Объявил Сталин. Сталин объявили. Мы были первый раз за всю историю России объявляли войну. Первый раз. И объявил ее Сталин. А вот ваше отношение к личности Сталина. Какие его решения вы поддерживаете? Двояко. Были когда-то. Мы на него просто чуть ли не молились. А потом на Випакости. Потом рассказали. Репрессии-то. Это с 37-го года идут. У меня, у моей тетушки, муж. Охотник, рыбак. Собак у него полно зажиган. Знает. Да и вот я охраняла несколько, три что ли, магазина на площади. Ну, что это сказал? Что это сказал? Ну, ну, может, по пьяной лавочке. Что это? Не в угоду власть. Враг народа. И не знаем, где похоронено, как похоронено. Вот. Вот. Про репрессии. У меня брат, старший, до войны, в Абланху, областной народно-хозяйственный учёт работал. Грамотный. Четыре группы церковно-приходской школы кончил. Академик. Вот. Рассказывает, рассказывает. А он разговаривал. Ну, война будет. Он с мамой. У них советы были с мамой. Папа Ран умер. Он в войну, первую импермистическую-то, был в плену. Потом с соседом бежали оттуда. Он Ран умер в 33-м году. От ран, от это, это, они заживающие. Ночь бежали, день прятались где-нибудь в болотах. Это хорошо ли это было. Пришёл домой. В 33-м году умер. И как раз была побожья голодовка. И вот помню. Мне было 9 лет. Я всё хорошо помню. Это далёкая, 33-й год. Вот. А мы отклонились от вопроса. Немного. Какой самый тяжёлый момент за всю войну вам вспоминается? Вспоминается вот штурм Варшавы страшный. И потом переживания. Хорошая подруга из Кировской области. Лида Кудреватых. Вот в Варшаве разбитый мост через Вислу. И осталось две фермы. И она закрывает. И вот под этим укрытием у нас был причал. К нам водой Вислы доставляли снаряды. Она стояла на этом причале на посту. С карабином, с патронами. А подвозили-то катерами снаряды-то. Вот. Подошёл. Ну, как обычно. Не будешь кричать. Мотор шумит. Подъехал прямо. Она стояла на краю. Взяли её. И увезли. А кто взял? Чего? Ну вот. Мне её очень жалко. Я переживала. Я рыдала целый. Хороший друг. Нас ободрял всё время её брата. Письмами. Она пророчила. Говорит. Война кончится. Ты наша снаха лучше. Поедем в Киров. Юдинский район. Ну, это фантазия. Незбыточная мечта. Так ещё чё. А наоборот. Какой самый радостный момент, кроме Дня Победы? День Победы. День Победы. День Победы. Вот из современных и советского времени фильмов и книг. Какие, на Ваш взгляд, стоило бы посмотреть современные молодёжи? Какие наиболее правдиво и точно отражают военное время? Я сейчас уже фильмы-то и не смотрю почти на расстояние метра. Смотрю информацию. Время, там ещё что-нибудь. День Победы. Я хочу сказать военные фильмы. Я верю только хроники, остальные наигранные. Этого не бывало, как я понимаю. Вот. Только хроники верю. Ну, вот там и приходит. Никогда. Ну, как же она после боя или он в чистенькой гимнастёрке. Приходишь после боя, чуха-чухай. В лужи отмывались. А что бы Вы хотели пожелать нашей молодёжи? Какой наказ дать? Что посоветовать? Я хочу, чтобы они не забывали, и без истории жизни нет. Историю помнили, особенно отечественную войну. И воспитывались на своей русской культуре. А не хватали эти американские всякие бяку. Надоело. Надоело. История. История.